Белокаменными И каждый из них прославил себя искусством, которое, пережив века, сохранило свою силу и красоту. Великоустюжская чернь и церковное золотное шитье. Долго длился в старину процесс шитья. Не в пример нынешним временам. Шили покамки и атласу, тофте и бархату. Искусным вышивальщицам предстояло вдохнуть жизнь в полотно. Чем они только не работали. Здесь и шелки розные, и золотные нити. Приденые, сканные, волоченые. И жемчуг, и разноцветное каменье. Шов клали и в гладь, и в раскол, и в прикреп, и елочкой, и на чеканное дело. Все это помнят и знают нынешние мастерицы в патриарших и церковных мастерских в монашеских кельях. До сих пор остается загадкой, откуда и когда пришло в Великий Устюг черневое искусство. Знаем лишь, что секрет черни передавался от мастера к мастеру и зачастую на смертном одре. До сих пор вспоминают у Стюжани, как в 13-м году приехали к Михаилу Черкову, последнему хранителю тайны, англичане. Сулили 10 тысяч и прописку лондонскую. Не поехал Михаил Павлович и секрета не продал. Зато вот она, чернь, и вот оно, золотное шитье. И нет больше такого на белом свете. Смотри и гадай, откуда эти цветы да узоры? Из волшебной сказки, древнего предания, от родной ли природы? Неброская и благородная Великоустюжская работа. И шитье, как спокойный, чуть таинственный, чарующий красками вечер, который бывает лишь в северных краях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok